Биржа закроется. Закроется. Я тебе говорю, закроется биржа. Ну, мне не важно. А, что происходит с Артемом Сергеевичем? Я говорю, биржа закроется. Он говорит, не закроется. Я говорю, биржа закроется. Он говорит, нет, не согласен, не закроется. Что такое? Что происходит, а? Что, он верит в акции, что ли? Да, в наши акции верит. Непонятно. Хотя у меня есть ссылочка в Телеграм. И там я объясняю, почему биржа закроется. Вернее, может закрыться. Ссылочка в описании. Да, да, да. Артем, день добрый. Добрый день. Согласись, что самое главное на этой неделе это задержание Елены Блиновской. Потому что она подорвала такую стратегию. Значит, напиши записочку «Хочу Сбербанк по 300», привяжи к Шарику, чтобы Господь узнал. Отправь Шарику, тогда он узнает о твоих желаниях инвестиционных. Ну, я думаю, все-таки какая-то критическая масса людей, которые смотрели на ее успехи в инфобизе, загадывали свои желания, и вот они реализовались. Поэтому, к сожалению, что хочется сказать по этому поводу. Я вот вычитал в СМИ, что налоговая проверка длилась больше года. Я считаю, что когда начинается налоговая проверка, надо думать не о том, как бы половче избежать из страны, а о том, как все-таки решать вопросы без таких историй. Например, заплатить все налоги, а потом судиться, если считаешь, что они неверно исчислены. Если у тебя 3 ИП, идешь к налоговому консультанту и выслушиваешь все, что он о тебе думает. Ой, что хочется сказать по этому поводу. Многие считают, что у них есть крыша. У нас в России только одна настоящая крыша. А те, которые думают, что у них крыша, у них нет крыши. Над каждой крышей есть еще. Над каждый болт есть свой гвоздь. А вот говорят, что ты вчера опробовал новый какой-то видос, новый формат, с Александром в зоопарке гулял что-то. Слушай, да какой же это новый формат? Это просто кружочек в Телеграме. Это был не зоопарк. Ездили вчера с Дмитрием Александровым в технопарк МГУ. Там общались с их специалистом по привлечению финансирования для их резидентов. Очень интересный, на самом деле, был диалог. Я давно не общался с человеком, который вот такое прям четко занимает позицию между интересами бизнеса и интересами компании, которые он курирует. Это очень прям меня впечатлило. Хорошо, технопарк. Надеюсь, что это хорошее зато выйдет. Кружочек, технопарк. Ладно, отлично, все хорошо. Я думаю, что начать заседание ЦБ сегодняшнего. Итогов. И то, что Набиулина, там вот эти вот главные вот, что тренды, которые, она сказала, ждет инфляционное давление и прочее. Смотри, в целом, какая картина наблюдается, да? Если вернуться на год назад, была история какая? Высокая ключевая ставка и высокая инфляция. Вот. И по мере того, как инфляция снижалась, ключевая ставка постепенно тоже снижалась и дошла до уровня, ну, до СВО, до 7,5%. Это та ключевая ставка, которую ЦБ РФ считал комфортной до вот всех этих событий. Что сейчас происходит? Инфляция продолжает снижаться, но что важно отметить? Что она снижается, ну, к предыдущему году, да, то есть к высокой ставке. И там, часть товаров, которые завозились, когда за доллар давали 50 рублей, 60 рублей, 70 рублей, она сейчас продается с какими-то скидками, и вот она низкая инфляция, да, то есть у нас недельная инфляция ниже в годовую, если пересчитывать, ниже, там, 3%. Ну, конечно, это мало, и если ЦБ РФ будет видеть устойчивую тенденцию, то он, ну, они ставку в итоге понизят. Пока устойчивой тенденции нет, потому что у нас вообще-то рубль вот прямо заседание ЦБ, да, до заседания стоил выше 80 рублей, да, потом стал падать, но все-таки 80 рублей и 50, это большая разница, то есть это явно огромный задел для будущего инфляционного роста, который по мере, вот, закупки товаров будет реализовываться. Когда мы с тобой обсуждаем инфляцию, находится очень много людей, которые, как бы, недовольны, там, моими комментариями, потому что я все время говорю, что должна быть низкая ключевая и высокая инфляция. Почему? Потому что экономика должна работать, то есть все компании должны привлекать дешевое финансирование, активно развиваться, активно покупать, то есть чтобы рос спрос в экономике. И для этого гражданам стоит потерпеть как бы высокую инфляцию. Но, как мы видим, ЦБ абсолютно на другую логику занимать. То есть он на стороне граждан и пусть лучше экономика наша будет, как бы, плестись медленно, зато, как бы, в любом банке у тебя доходность в два раза выше, чем инфляция текущая. То есть, как бы, все граждане от этого богатеют. Я уж не знаю, как бы, кто от этого радует, потому что, еще раз, риски, в которые мы сейчас идем, которые нам грозят, это как бы дефляционный сценарий, что инфляция все ниже, 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 ВВП не растет. И, по сути, это значит, что покупательская способность граждан падает. Компании, чтобы вообще хоть что-то продать, вынуждены надавать скидки. Вот, они терпят убытки. Чем это заканчивается? Увольнениями. И тогда ты сидишь не с мыслью, что вот я получал 100 тысяч, а сейчас из-за инфляции в 10%, это как год назад 90. А ты думаешь, я получал 100 тысяч, сейчас получаю ноль. Вот проблема, которая долгосрочно может случиться. Пока ее нет, пока, как бы, люди в текущей ситуации, ну, наверное, должны радоваться, потому что, в общем-то, любые самые безопасные инвестиции обыгрывают инфляцию. Это хорошо. Долгосрочно я бы не радовался. Хотя ты едешь на конференцию с Марлаба в Питер? Нет, в Питер я не еду, я еду на ярмарку ассоциации владельцев облигаций 27 мая. Да, мне Манька даже это самое письмо прислал по этому поводу. Напоминание, я помню. Я помню, то есть не едешь, да, на эту конференцию? Нет, нет. Я еду со своей командой, вот, точно, можете, хотя бы, познакомиться с моей командой. Там, там, теперь давай поговорим про рубль. Вот это вот все, ты уже скользко сказал про рубль, но еще все-таки, на какой ренч мы можем выйти в конце года? Вообще, главная новость этой недели, но лично для меня, это даже новость полутора недели, это обсуждение формата санкций, когда есть вместо как бы перечня товаров, которые запрещено экспортировать, да, обсуждают историю, когда будет перечень товаров, которые разрешено экспортировать. Вот, то есть это, по сути, запрет странами большой семерки любого экспорта в РФ, за исключением какого-то списка товаров, да, это прямо кардинальное изменение санкционного давления. и если смотреть с определенной точки зрения, это резкое снижение спроса на доллары и евро. Ну, фунты и там японскую иену вообще забудем, вот, а доллары и евро в российской экономике ну, просто будут не нужны, потому что зачем тебе за доллар и евро что-то продавать, если тебе не на что за них купить, да, ты тогда уже продаешь что-то за валюту, в которой ты можешь хоть что-то купить, да, ну, то есть это юань, по сути, остается. И в этом ключе сколько вообще сейчас должен стоить доллар к рублю или рубль к доллару, да, и вообще, ну, неизвестно, потому что если у тебя есть там миллиард долларов, ты какая-нибудь там сургут нефтегаз, вот, ты их копил, зачем тебе их копить, если, в общем-то, за них невозможно что-то купить, да, я думаю, на такого рода санкциях, которые еще заранее объявляют, часть корпорации будет ускоренно избавляться от своих там валютных резервов в долларах и евро, переводя их, например, в юань, вот, и это будет создавать большое давление вообще на курс доллара к рублю и так далее, ну, то есть рубль будет укрепляться, да, поскольку сейчас это достаточно контролируемая история, то есть, если помнишь, у нас долга рубля слабел к доллару, а потом выяснилось, что это там просто скупалась валюта для того, чтобы одного конкретного иностранца выпустить из России, вот, его решили не выпускать по 50 рублей, только по 80 рублей за доллар, вот, как бы в целом достаточно интересная история, я к чему веду, на деле нам уже не должно быть важно, сколько стоит рубль к доллару или там рубль к евро, потому что если мы за эту валюту ничего не можем потребить, то это уже для нас бесполезная история, вот сколько стоит рубль к юаню, это важно, вот, и обороты рубль-юань постоянно растут, на это надо ориентироваться, как нам сказал Центральный банк, Китай негативно смотрит на хождение его наличной валюты за границей, поэтому наличного юаня у нас не будет, наличный доллар и евро, но тоже такая себе история, остается золото, вот какие у меня мысли, несмотря на это, в чем вот плюс любого валютного инструмента, если рубль будет слабеть, он будет слабеть одновременно ко всем валютным активам, ну, то есть, там есть кросс-курсы валют, если рубль слабеет юаню, он будет автоматом слабеть к доллару и евро, ну, пока вообще торговля есть, понятно, что там нету какого-то курса на бирже к к белорусскому рублю, там есть только курс центрального банка и небольшие сделочки на бирже, да, то есть, вот, наверное, так же будет в какой-то момент и рубль-доллар, что, как бы, есть какой-то курс обменный, который, в общем-то, не особо кому и нужен, вот, куда мы движемся, к сожалению, кстати, очень важно, я как-то в последнее время только положительно смотрю на рынок, потому что, вот, акции растут, все как-то прет, каждый день зеленый счет, вот, вот, отличная картинка, да, каждый день зеленый счет на бирже, да, все прекрасно, но, если введут вот эти санкции запретом экспорта, это будет большой удар по экономике, поэтому, еще раз, нельзя полностью находиться в акции, да, покупайте защитные активы, ну, не те, которые Андрей сейчас демонстрирует, это уже, как бы, крайний случай, но, когда идет рост рынка, помните о том, что он может в любой момент закончиться, и формируйте свой портфель инвестиционный с учетом, вот, этого предположения, вот, иначе мы далеко не уедем, вы скажете, что мы вас загоняем на биржу, потому что все растет, вы мне сказали покупать Сбербанк по 260, или сколько он там сейчас стоит, да, а мы-то говорили полгода назад, что цель 240, и уже можно выходить, да, сейчас, когда мы эту цель достигаем, можно ставить какие-то новые цели, да, но это не отменяет наших прошлых рекомендаций, просто, как бы, ну, условно говоря, частично зафиксировались, а дальше поехали уже с целями на 23 год, дивиденды там, да, надо понимать, что все, о чем мы говорим, имеет там срок годности, да, и имеет какие-то входные параметры, сейчас, из-за вот этих санкций на экспорт, все входные параметры могут в очередной раз переиграться, да, и все рекомендации по бирже устареть, поэтому будьте осторожны, сейчас самое время проявлять осторожность. Все. Так вот, водка-то, да, вот когда Советский Союз там кончился, я такой теплотой вспоминаю, что вот польскую водку-то стали там привозить, тоже это своего рода валюта, я не говорю, что она хорошая водка или плохая, но я просто с теплотой вспоминаю, что это такая надежность, поставил в бар эти бутылочки, пшеничная сейчас уже не выпускается, она выпускается пшеничная, уже другого качества, понимаешь, другого качества, похуже, а так вот, была какая-то вот стандартная, 3,62, 4,12, потом пошла наверх, вот, ну, а потом такой период был, нестабильный, а водка спасала, ну, в запасе, когда она есть, конечно. Ну, знаешь, это как бы на самом деле, с точки зрения экономистов, это не водка, валюта это не водка, валюта это дефицитный товар, любой дефицитный товар, его можно обменять на что-то нужное тебе, да, если ты владеешь этим товаром. Давай скажем, что сейчас водка в России точно не является дефицитным товаром, и поэтому вряд ли может быть хорошим инструментом обмена, да, дефицитным товаром, ну, на самом деле, могут быть совсем другие вещи, если ты можешь завозить что-то, что запрещено к экспорту в Россию, да, у тебя дефицитный товар, он всегда, его всегда можно будет поменять на любые деньги, да, вот это интересно, поэтому, я бы не водкой запасался, а запасался контактами, которые, например, могут привозить, хотя бы штучно, лекарства из-за границы, потому что они нужны, и санкции уже, уже есть недостаток лекарственных средств заграничных, да, российские аналоги плохо работают, это то, что я столкнулся лично, да, но наверняка есть и там в бизнесе такие же истории, то есть все, кто могут завозить в Россию все, что угодно, даже мелко, в мелкой партии, они сейчас будут зарабатывать, поэтому смотрите не на водку, а на суть экономического этого товара. Понятно, но если я потребляю водочку, да, то лучше сейчас запастись, прежде чем это самое, все кончится, и непонятно, что будет, эти заводы обанкротятся, вот в Калининграде завод обанкротился, многие заводы обанкротятся, Кристалл, по-моему, там же проблемы гигантские были. Ну, ничего там не обанкротится, давай так, сейчас, если смотреть на, на эту вещь, глобально, как экономисты, водка производится из пшеницы, продукт переработки и так далее, пшеницу за границу мы не можем поставлять, ее надо перерабатывать в России, цена падает. Хорошо, согласен, водка будет, но будут ли у меня деньги купить эту водку, да, это вопрос. Это вопрос, чтобы были деньги купить водку, надо на самом деле заниматься чем-то дефицитным, ищем дефицитное, где неудовлетворенный спрос, сейчас вообще время возможности, вот уже с 22 года до сих пор, да, все, кто готовы крутиться, зарабатывать, искать ниши, они их находят, это круто. Даже вернемся к Блиновской, да, и ко всем этим блогерам. Какие-то блогеры уехали из России, популярность потеряли, да, место освободилось, какие-то другие блогеры неизбежно это место займут, вот уже, перейдя на одно ИП, или даже на юрлицо, которое вообще платит все налоги, с бухгалтером, независимым аудитором и так далее, да, и займут это место, будут зарабатывать, я понял, я хочу занять место Дани Милохина, я уже понял, да. Давай. Спасибо. А скажи, пожалуйста, вот вернемся к водке, нет, к водке не будем, с водкой все понятно, я ее почти не потребляю, другое дело, всякие вот настойки на травах, я их потребляю, вот скажи, пожалуйста, вот такую вещь, как ты видишь сейчас перспективу рынка, и пословица, продавай, май, уходи, она сработает, или нет? Знаешь, мне кажется, эта пословица, переводимая на русский язык, звучит как-то неправильно, потому что у людей искаженное восприятие этой пословицы. Если мы вернемся к тому, что эта пословица происходит из США, где другой период отчетности, у них есть как бы годовая отчетность, а есть финансовая отчетность, и там финансовая отчетность выходит не в то время, как у нас, ну то есть, как бы, по-моему, в середине года они публикуют там финансовую отчетность за год, вот, и sell in may, скорее всего, означает, что все продавай перед отчетностью, и заходи уже после того, как рынок как бы среагировал на ту отчетность, которая была, то есть продавай на ожиданиях, да, покупай на фактах, и был действительно период достаточно длительный, когда, как бы, по-моему, до 2000 года статистика была, когда, как бы, ожидания были лучше, чем факты, и поэтому рынок всегда падал, когда эти факты публиковали, и вот люди так, как бы, когда все запаслись ожиданиями, продавали, а потом покупали уже на фактической отчетности, отыгранной рынком, это после 2000 перестало работать, в том числе за счет, как бы, завоевания мира американскими корпорациями, вот, и сейчас нет смысла за этим, за этой поговоркой даже в США следить, а в России вообще нет смысла, потому что май это тот самый дивидендный сезон, когда надо активно реинвестировать дивиденды, да, то есть апрель, май, июнь, да, вот три месяца, когда у нас дивидендный сенокос, активно перекладываемся, я вот, сейчас вспомню, от Positive Technologies мне пришли дивиденды, я тут же купил на них акцию Novotec, не потому что там какая-то у меня супер, невероятная инвестидея, а потому что у Novotec были через два дня диво-отсечка, да, я такой, как бы, вот этот тот самый дивидендный серфинг устроил, о котором я говорил в прошлый раз, вот, и я сейчас с нетерпением жду дивиденды от Novotec, чтобы дальше переложиться в следующую компанию, вот, это же для меня сейчас самое время покупать. Синокоз, Синокоз, я понял, Синокоз, да, какие акции перспективны, на твой взгляд? Если смотреть глобально, моя точка зрения не поменялась, 22-й год вообще лучший для инвесторов, вот, всем, кто, новым, особенно инвесторам, кто хочет найти хорошую компанию, надо прям себе татуировку сделать, смотри на данные за 22-й год и по дивидендам, и по финансам, да, нас интересуют компании, которые платили дивиденды и в 22-м году, то есть у них, как бы, они нормальный, обычный танцор, которому ничего не мешало платить дивиденды в 22-м, вот они нам интересны, как дивидендные компании, то есть мы, например, если сейчас формируем портфель, металлурги туда не попадут, потому что они, к сожалению, перестали быть дивидендными, и, как бы, это я могу там говорить, что, ну, а вдруг они снова начнут платить дивиденды, вот тогда акция вырастет, да, это не, это как бы, это история про недооценку, да, или там переоценку компании в случае какого-то события, да, а если говорить про дивиденды, да, то в основном мы должны смотреть на компании, которые дивиденды платили в прошлом году, скорее всего, они заплатят и в этом, да, если говорить про, как бы, фундаментальный анализ, то нас интересуют компании, которые хорошо работали в 22-м году, вот, то есть не в 21-м, когда, я не знаю, я понял, прошли испытания, да, так вот, такие компании есть, они все на слуху, да, я сейчас начну говорить про Positive Technologies, про самолет, и нас все проклянут, но, тем не менее, даже Яндекс, который вроде бы, как бы, не входит в число моих инвестиционных, как бы, предпочтений, да, он отлично работал, вот, недавно еще раз хорошо отчитался, у него 4 квартала подряд положительная операционная прибыль, а весь 21-й год, который вроде как хороший, у него была отрицательная операционная прибыль. Я понял, Яндекс, да, а вот ВТБ, взлет ВТБ на этой неделе. По ВТБ у меня родилась инвестидея, вот, я от себя это никак не ожидал, потому что, как бы, ВТБ очень такой спорный актив, но идея родилась, я ее в блоге опубликовал у себя, то есть, в чем заключается моя инвестидея, назовем это так. ВТБ в презентации для инвесторов отразил его экономический эффект от там слияния с РНКБ, то есть, там было сказано, что вот нам банк за 80 миллиардов капитала пришел, наши расходы на него были там 50 миллиардов, вот наши 30 миллиардов, как бы чистой прибыли от этой сделки. Я тут же вспомнил, что у них еще помимо РНКБ была сделка с открытием, вчитался, что открытие говорит, интеграция завершится к концу 23 года, открыл Задорнова, он говорит, экономический эффект от сделки будет 150 миллиардов, открыл прогнозы банка открытия на 23 год, они говорят, что еще заработают 80 миллиардов, то есть, там суммарно открытие принесет ВТБ, вот, чистой прибылью, плюс капиталом, да, по моей оценке, по моим подсчетам, в районе, там 220 миллиардов, вот, и сам ВТБ, опять же, вот в последнем обзоре, говорит, что за год мы заработаем 330 миллиардов чистой прибыли, да, сложили эту цифру, получили 500 миллиардов чистой прибыли за 23 год. Это при, как бы, капитализации ВТБ, где-то в районе одного триллиона, после всех до комиссий, вот. На самом деле, прежде чем все пойдут меня ругать, и говорит, что ВТБ никогда ни рубля прибыли акционерам не принесет, я эту идею почему вообще стал искать, потому что в ВТБ заходят пенсионные фонды, достаточно консервативные, которые, как бы, созданы приносить прибыли своим пенсионерам, вот. И, скорее всего, они эту прибыль получат, вот. И, заходя в ВТБ, они видят то, что не видим мы, да. И, вот, например, такой, в таком разрезе взгляд на ВТБ я не видел других блогеров, поэтому я его опубликовал, потому что надо всегда думать, как же, вот, какая цель у тех инвесторов, которые сейчас участвуют в допомиссии акций ВТБ по по текущей цене. Вот. Я подумал, нашел такую цель, мне кажется, она интересная. Так, это кто? Наиля. Ты же сказал, взгляд на ВТБ оригинальный, я тебе другой взгляд, с другой стороны хочу показать на ВТБ. Взгляды разные могут быть на ВТБ. А по поводу Сбербанка, вот первая цель у тебя выполнена, да? Да. А вторая цель какая? Ну, допустим, сейчас будет коррекция, допустим. Смотри, поскольку Сбербанк дивиденды уже утвердил и 99%, что он их выплатит, у меня две мысли. Первая, куда потратить дивиденды Сбербанка, вот, куда переложиться. Я еще, ну, скорее всего, все пущу, опять же, на акции ВТБ и на дивидендный серфинг, вот. А с точки зрения моей идеи, генеральная моя идея, это дивиденды Сбербанка за 23-й год, да? Их уже многие посчитали, они, по идее, должны превосходить немножечко дивиденды за этот год, что для меня значит, быстрое закрытие дивидендного гэпа и дальше поход наверх, то есть где-то к 300 рублям и выше, да? То есть, если там самые смелые насчитают 35 рублей дивидендов, то можно, так сказать, уйти уже и на 30 рублей. То есть, поскольку Сбербанк ежемесячно публикует отчеты на свои деятельности, то по мере публикации этих отчетов будет развиваться эта недооценка. Что хочу сказать ключевое? Дивиденды от Сбербанка, в Сбербанк я реинвестировать не буду. Это моя защита от того, что все пойдет не так. То есть, я получу хорошую дивидендоходность, но брать на себя новый риск на Сбер я не буду. Вот. Я буду покупать другие активы, наверное, менее зависимые от каких-то гиперсанкций. Потому что, еще раз, если у нас экспорт запретят из стран большой семерки, экономика пострадает, а Сбербанк это отражение нашей экономики. Если сейчас ей хорошо, это не значит, что ей будет хорошо дальше. Я согласен с тобой. Все на Сбер это самая глупая идея, которую можно сделать. Но такого нет идеи. Я тебе уверяю. Я вообще считаю, что акции могут заморозиться. Потому что ни таких идей все на Сбер никогда не возникает. Ну, я говорю про наших слушателей, понимаешь. Это же все не любят ВТБ, потому что он как бы не дал реализоваться ожиданиям инвесторов. Все любят Сбербанк, потому что он дал реализоваться их ожиданиям. При этом как бы разочарование от Сбербанка в случае, если что-то пойдет не так, оно будет очень глубоким. Можно же откопать людей, которые помнят Сбербанк, например, без греха, которые помнят Сбербанк, который почему-то заморозил вклады граждан СССР. То есть, когда появится повод для негатива, этот негатив немедленно на нас по Сберу вылетит. Пока негатива нет, все хорошо, но пока увеличивать повод в Сберии не будет. Оно у меня на самом деле и так одна из самых больших системой борется за первое место. Хорошо. Я почему тебе порекомендовал поехать в Питер? Ты можешь встретиться с подписчиками твоего телеграм-канала? Наверняка же у тебя есть подписчики из Петербурга. Ну, наверное, есть, да, но, как бы, честно говоря, я не считаю себя каким-то суперпопулярным, чтобы на встречу с подписчиками пришло больше, чем 10 человек, поэтому, как бы, зачем? А ты же не можешь сказать, кто тебя любит, кто нет, пока не появишься в Петербурге в этом зале. Я ничего тебе не говорю, так сказать, просто говорю, что у меня есть промо-скидка 10 процентов для всех желающих. Понял. Вот. С нее я ничего не имею, но звонил Че Мартынову, место есть еще в ресторане, так что без проблем. Вернее, написал ему в WhatsApp, место еще есть в ресторане. Так что, ты подумай, 10 процентов, а Бачеров, Алексей, он может и больше скидки выкидывать, насколько я знаю, но у меня нет такой дружбы с Мартыновым, что большие скидки выкидывают. Я могу только 10 процентов. Какой, Виктор, развитие этого телеграм-канала сейчас? Вообще, он не поменялся, да, сейчас самый активный период у меня на канале, потому что постоянно выходит какая-то отчетность эмитентов, либо кто-то делает отчетность за 22-й год, либо кто-то делает отчетность за первый квартал, либо кто-то делает, например, годовую отчетность эмитента за 22-й год, красивый файл с презентациями, который я смотрю, да, и я делаю обзоры по эмитентам, да, но с уклоном фундаментальный анализ, потому что я ничего другого не умею, по теханализу не торгую, да, тут есть как бы проблема у меня, потому что, например, я взял и сделал там инвестидею по самолету по предварительным данным за 22-й год. Сегодня, вот мы в пятницу пишемся, вышли уже данные годовые по самолету, да, ну, на мой взгляд, не о чем писать, потому что все, что как бы было раньше, уже учтено и рынком, и мной, и как бы мне от них это не надо, да, мне надо уже за первый квартал каких-то свежих цифр, свежих данных, пока их нет. Это моя проблема, потому что вроде бы куча новостей, но они как бы мной уже отыграны, то есть я уже заранее все купил, что толку бегать, как ужаленный, на словах, что самолет заработал за 22-й год, как бы находясь в апреле 23-го, да, это уже как бы люди фиксируются на этих новостях, а не покупают, да, что еще? Я на самом деле стал чуть больше рассказывать о работе своей, ну, повод был, потому что в основном у меня был акциям посвящен, вот, и тут как раз была IPO-генетика, где я принимал непосредственно участие, как один из организаторов, вот, и там было весело, на самом деле, я даже не припомню такое IPO, на котором, во всяком случае, пока не видно, кто же проиграл деньги, да, то есть, как бы, акции выросли в первый день торгов, во второй, вот сейчас третий день торгов, акции еще выросли. я считаю, что люди, как бы, перешли, опять же, от инвестиций в какую-то другую историю, может быть, выиграл музыкальный стул на деньги, да, то есть, кто-то в карты играет на деньги, а люди решили, что, как бы, давайте все время покупать акцию дороже и дороже, пока она не упадет, ну, будем надеяться, что она упадет, когда, после того, как мы ее продадим, все-таки странная история, но вот сейчас, пока акции генетика активно растут, уже превзошли все мои ожидания по фундаментальному анализу, тут уже вопрос, почему так случилось, откуда такой рост, все-таки я считаю, что это доверие уже к самой компании, и уже вопрос компании, каким образом она это доверие оправдает, доверие инвесторов, вот, но в целом, крайне удачная история, купили по 17, 88, в первый день торгов могли продать на 40% дешевле, на второй день торгов на 90% дешевле, сейчас уже вообще там 112 дешевле, от цены помещения. Дороже, ну, неважно, ты знаешь, когда с Александром писали видео, я уже знал, знаю немножко, что это будет история громкая, и когда говорят, ну, зачем, и так мягко говорю, зачем вы писали видео, ну, я с этого ни копейки не поимел, но просто знал, что нужно ее освещать, потому что история будет громкая, вот, это я даже не сомневался, и я очень рад, что это видео у меня на канале, вот, очень рад. ну, нет, но я считаю, что все-таки, давай вернемся чуть-чуть назад, я, кстати, тоже в телеграм-канале про IPO записывал подкаст, как я это вижу, вся история с IPO какая, когда вы на пике рынка, когда все прет, в бане вам говорят, да мне тут брокер посоветовал купить пять биотехов из Монголии, которые выходят на NASDAQ, и я заработал 200% за день, да, и вы туда же приходите, и вдруг у вас минус 80% за день, да, вы говорите, на бирже меня обманули, да, но на деле вы просто на пике рынка самый, как бы, агрессивный инструмент для инвесторов использовали, да, и попали не в тот цикл, все проиграли, да, если уж покупать что-то на IPO, надо покупать после кризиса, вот можете отмотать назад, посмотреть все самые успешные IPO и в США, и в России, да, это компании после кризиса выходили на биржу. В первую очередь, весь успех IPO в том, что компания после кризиса не может разместиться дорого, она размещается, как бы, относительно справедливо, вот, и, как бы, на восстановление экономики еще и продолжается рост финансовых показателей, и вот уже дорожает на бирже, вот, что сейчас и, как бы, происходит, да, то есть у нас посткризисный год, компания вышла на IPO, и вот уже принесла людям доходы, это хорошо, надо больше, на самом деле, компаний на IPO, жду новых размещений. А как ты думаешь, вот такой вопрос, почему про возможно переучреждение акций говорит только Андрей Верников, а другие просто аналитики молчат, вот так набрали просто, как, и молчат с тряпочкой? Смотри, у тебя просто такая ниша, с которой ты не можешь сойти. Все, кто думает о возможном переучреждении акций, они, на самом деле, уже давно перековались. Ты просто не ходишь в Инстаграм, а там девушка, которая, например, всю свою инвестиционную стратегию строила на диверсификации через фонды FinEx, сейчас говорит не про акции, она говорит про борьбу с эмоциональным выгоранием, про эмоциональный интеллект, про то, как надо... Это у нас не с Португалии, случайно, говорит? Я не знаю, но про то, как надо развивать другие виды ресурсов, да, и как бы она уже перековалась, она уже не говорит про рынок вообще. странно, странно, что они говорят про рынок. Такие, как инста-инвесторы теряют деньги на рынке или, например, теряют веру в рынок, они не начинают говорить о том, что рынок плохой, да, потому что рынок плохой, они не продадут там свои какие-нибудь курсы, да, они начинают говорить про то, что вот я вас научу, как быть в гармонии с собой и что важен нематериальный капитал, все земное вообще не важно и так далее. А я, а я главный, я понял, а я говорю, ребята, я вам покажу разные активы и расскажу всю правду, что Артем Сергеевич на самом деле инвестирует в гаражи. Ну, так и есть, но частично. Еще раз. Разные активы. У меня три вида активов. Вот. Это акция, это инструмент с фиксированной доходностью и это экзотика. Экзотика. Да, в данном случае гаражи, разумеется, это экзотика. Если бы я только в гаражи инвестирует, я бы был вообще больным человеком. Я согласен с тобой. Когда это часть партнера... Вот у нас с тобой вот тут вот некоторые люди просто картинку, мозаику вытаскивают. Я, например, авторские права на книги, да, есть в том числе. То есть, надо разные источники дохода, разные инвестиции. А у нас вот как уперлись в этот Сбербанк, условно говоря, и молятся. Вот Сбербанк, только Сбербанк. Ну, это бред. Слушай, ну, вот все думают, что я там на Сбербанке много заработал. Фортум купил в прошлом году, по-моему, по 57 рублей. Сейчас Мосбиржа сделала внебиржевую площадку, там Фортум покупают по 90, да. То есть, я так нехило заработал меньше, чем за год. Вот. И у меня, как бы, дилемма. Я могу сейчас продать и зафиксировать прибыль, вот, либо, как бы, ждать ту инвестиционную идею, которую я там ждал от Фортума, ну, из разряда, которая мне бы принесла, там, я не знаю, 20 рублей дивов ежегодно или, например, 150 рублей или 120 рублей там стоимость компании. Вот. Дилемма. Вот. Я пока не понял, что с ней делать. Наверное, продам, да. Но еще раз, это внебиржевые акции. Они достаточно опасные. Но это тоже часть диверсификации. Согласен. Мне когда говорят, что биржа закроется, я такой, ну и что, у меня 10 внебиржевых акций. Они вообще на бирже не торговались. Ну, закроются. Биржа закроется. Закроется, нормально. Закроется. Закроется. Я тебе говорю. Закроется биржа. Ну, мне не важно. Понимаешь, еще раз, в чем дело. Если ты покупаешь компании с фундаментальной стоимостью, они, как бы, ну я, вот еще раз, инвест-стратегия, в чем моя заключается. Не в том, что я быстро купил, продал. Я вообще крайне не люблю так делать. Просто иногда... Он составил 10 секунд, имей в виду. Да, давай. Очень коротко. Мои деньги добываются либо из дивидендов, либо из МСА. Да, то есть вне сделок на бирже. Мне не нужны сделки на бирже, чтобы зарабатывать. Подписывайтесь на мой телеграмм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.